В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных темах этой недели. Пчелиный дом оказался мумией. На дереве на высоте нескольких метров найден труп мужчины. Долг платежом красен. Судебные приставы готовят к 1 сентября с начала родителей. Ищем родственников. Рязанские поисковики, принимавшие участие в вахте памяти, обнаружили под Калугой останки нашего земляка. Начнем с новости, которая заставила поломать головы не только касимовских следователей, но и местных жителей. Представьте ситуацию. Бригада лесорубов отправляется на объект, находящийся примерно в 5 километрах от села Креуши. Как любят выражаться оперативники, ничто не предвещало беды. И вдруг под ногами человеческий череп. Не успел мужчина прийти в себя, как обнаружил и само тело. Его лесоруб сначала принял за пчелиный дом. Дело в том, что неизвестный погибший находился на ветке дерева высоко над землей. Мы связались по телефону со старшим следователем Касимовского МСО Дмитрием Позняковым, чтобы узнать подробности. Сам труп был уже мумифицированный. На уровне живота был повязан и привязан к дереву, соответственно. В дальнейшем при проверке было сомарно, что смерть его наступила не менее 2-3 месяцев назад. А одежда на трупе соответствовала осенне-весеннему типу. По словам следователя, скорее всего, мужчина забрался на ветку самостоятельно. А вот для чего еще предстоит выяснить. При жизненных ран на теле не обнаружено. Версия о самоубийстве тоже не выдерживает критики. Тогда и ветка была бы ниже, и способ крепления веревкой – иной. Оперативники, занимающиеся розыском без вести пропавших, подтверждают, что из ближайших районов сообщений об исчезновении людей не поступало. Мы будем следить за ходом расследования. Грядущий 1 сентября – день, знаменательный не только для школьников. К нему готовятся главным образом службы и управления Рязани. В усиленном режиме будут работать полицейские и госавтоинспекторы. А некоторым не очень внимательным родителям уже сейчас напоминают об их родительском долге сотрудники управления службы судебных приставов. Рейдовые мероприятия проходят в рамках месячника взысканий алиментных платежей. Товарищ Ромашкин, Федеральная служба судебных приставов, Московский районный отдел. Дверь откройте. Александр и не скрывает, с тех пор, как разошелся с женой и с ребенком, почти все отношения прекратились. Он вместе с бабушкой и рады бы общаться по-человечески, но бывшая супруга категорически против. Сложность в том, что у данного гражданина образовалась большая задолженность о взыскании алиментных платежей. Образовалась она с ноября 2011 года, по настоящее время и составляет более 100 тысяч рублей. Официально он нигде не работает, меры к это устройство не принимает. На личные вопросы забывчивый папа отвечает одно – вы же ничего не знаете и почему-то наотрез отказывается от советов, которые заметно облегчат его судьбу. Обратись он в суд, и встречи с ребенком были бы, и, возможно, сумма выплат заметно похудела. Ведь в браке он не меньше супруги тратил средства на приобретение дорогого имущества. Тот случай, когда даже бабушки, склонные к осуждению, стоят за должника стеной. Что он там оставил? Она купила... Холодильник. Мать ее там купили квартиру эту вот, здесь вот недалеко. И что это ей помогало там ремонт сделать? Она его даже не прописала к себе. Это купил там холодильник. Саша лично брал в кредит этот телевизор. И все оставил там. А пришел действительно, в чем мать родила? Ну как, что было на нем, то и пришел. И то вещи на работу привезли. Выкинули, сумку выкинули. На самом деле, больше всего в этой ситуации жалко маму-должника. И сына не выгонишь, и с долгами не поможешь. Все куплено на мои деньги, на мой кредит. Все квитанции у меня целы. Он год назад пришел сюда с носками и с трусами. Все, что он купил, все осталось в его квартире. В случае, если он официально нигде не работает, ему задолженность рассчитывается по среднероссийской. Это очень большой размер среднероссийской заработной платы. Поэтому, когда он принимает меры к погашению, не из-за официального источника дохода, соответственно, он должен брать обязательно расписки от матери ребенка о том, что она получила от него ежемесячно в таком-то размере. Все это понятно, но пока отношения ладятся, никто о расписках и квитанциях не думает. А уж если дошло до развода, все как один забывают и о литературном русском, и, главное, о детях. И негатив, как ни странно, часто начинается не с беззаботного папы, а с мамы. Экс-жены используют детей как оружие шантажа и разменную монету, и всегда недовольны количеством выплат. Советы в чужом монастыре дела неблагодарные, но дети точно не должны расплачиваться за ошибки взрослых. Последний день рабочей недели для мамы и ее дочери с города Ряжска выдался тяжелым. Их автомобиль буквально снесла с дороги фура. Будь поток машин чуть плотнее, и трагедия имела бы совершенно другие масштабы. Осколки легковушки разбросала на несколько метров от места аварии. По искореженной ладе и невооруженным глазом видно, основной удар пришелся по водительской стороне. 36-летний житель города Скопина, управляя фурой и форт с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летней жительницы города Ряжска. В результате ДТП женщина-водитель получила множественные травмы, с которыми была доставлена в областную клиническую больницу города Рязани. А ее дочь, находившаяся в салоне автомобиля, 16-летняя девушка, с полученными травмами, ушибами, доставлялась в детскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи, и после чего была отпущена. Единственной, кому не понадобилась помощь медиков – водитель грузовика. Мужчина и сам в шоке от произошедшего. Он утверждает, что ничего не мог сделать. По его словам, лопнул один из шлангов, из-за чего заклинило рулевое. Машина стала просто неуправляемой и выскочила навстречку. Траектория движения хорошо видна по следам, оставленным на асфальте. Шансов избежать столкновения у пассажира клада Гранта, скорее всего, не было. Излишнее любопытство и сплетни о чужой жизни никогда ни к чему хорошему не приводили. Как минимум, это неприятное выяснение отношений, как максимум настоящий уголовный срок. За это грозит уголовная ответственность в виде решения свободы на срок до трех лет. Да-да, существующие законы о тайне чужой переписки или неприкосновенности частной жизни появились несколько лет назад. Как раз в пору массовой компьютеризации, когда стало особенно модно общаться онлайн. Но, как ни странно, пользователи интернета до сих пор уверенно взламывают чужие логины и пароли и верят в свою безнаказанность. А напрасно. В августе этого года как раз за такое неприятное правонарушение было возбуждено уголовное дело. Пострадавший утверждает, ее личная переписка стала достоянием общественности. Постарались двое друзей. С этим заявлением она обратилась в один из отделов полиции города Рязани. После чего был собран материал и направлен нам для принятия специального решения. При ознакомлении с материалами было установлено, что там имеется состав преступления, предусмотренный статьей 137 Уголовного кодекса 138. В практике следователей нашего региона, как ни странно, таких случаев еще не было. Пользователи всемирной паутины предпочитают сами улаживать подобные инциденты. Либо вовремя стирают историю сообщений. В данном случае, поскольку подозреваемые не имеют криминальной биографии, срок будет, скорее всего, условный. Но на будущее знайте. Никому не спускайте срок нарушений ваших прав. Каждый злоумышленник должен получать по заслугам. И в завершении хорошая новость. Спустя 70 лет после освобождения Калужской области от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, еще один наш земляк Василий Михайлович Савкин, наконец, обрел право быть захороненным с почестями, которых достойны бесстрашные солдаты непобедимой русской армии. Калужская земля – это последние сотни километров до Москвы. Именно там шли самые ожесточенные бои. В ходе оборонительного этапа битвы под Москвой территория практически полностью оказалась оккупирована противником. Немцы устанавливали новый порядок, жертвами которого стали более 20 тысяч мирных жителей Калужского края. Но в ответ наши бойцы разворачивали мобилизацию. Заводы и фабрики налаживали выпуск военной продукции, в колхозах вели борьбу за урожай. Население собирало для нужд армии последние деньги и вещи. Сотни бойцов одной только 61-й армии нашли здесь последнее пристанище. Поисковые отряды до сих пор находят засыпанные блиндажи и окопы, ставшие братскими могилами. В первой половине августа 2013 года в деревню Заречье Ульяновского района Калужской области к поисковой экспедиции вахта памяти отправился и наш, Рязанский отряд. Четверо добровольцев, сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства Управления службы судебных приставов внесли свою достойную лепту в дело укрепления славных традиций. Эта вахта памяти 2013 года, проходящая в Калужской области, была приурочена к 25-летию поискового движения в Российской Федерации в общем. Но наше управление приняло первый раз участие, нас прикупили более опытным. Всего в поисковых работах было задействовано более 400 человек. Кажется, местные жители еще со времен войны не отвыкли наблюдать оживление в этих лесах. По словам рязанских поисковиков, даже там, где уже работали их предшественники, всегда находят что-то времен Второй мировой. Тела погибших офицеров Красной армии приходилось раскапывать с глубины 3-4 метра. Это значит, их засыпало прямо в окопах и блиндажах. Поиски, конечно, дались нелегко, но мы не понимали, насколько это почетная миссия. Для нас, конечно, это было впервые, но все равно историю каждый проходил, и в армии каждый служил. То есть для нас что-то это было новое. То есть изучив, примерно прикинув, сориентировавшись по местности, то есть где какая деревня, где какой населенный пункт, то есть примерно прикинули карту. И по этой карте уже думали, где были бои, где вот были именно бои наших, где немецкие войска были. Было найдено примерно около 50 бойцов, которые еще не опознаны, без жетонов. По-моему, один жетон был всего лишь при солдате, но они будут захоронены в следующей вахте памяти, так как с предыдущей вахты памяти было захоронено более 600 человек. Три из них опознаны. Останки одного отправлены в Челябинскую область, а остальные были захоронены вместе с неизвестными солдатами. Конечно, это движение будет продолжено, развивается с каждым годом. И география участников поискового движения расширяется. Уже в этом году 30 регионов принимало участие. Многие бойцы свято верили, если заполнить жетон, неминуемо накличешь беду. А какие еще личные вещи у простого солдата? Документы, у кого и были, со временем пришли в негодность, да и потомки остались далеко не у всех. На войну уходили и мальчишки со школьной скамьи. После смерти престарелых матерей искать их было просто некому. У многих бойцов, которые были под землей, у них были медные медали. У кого медные, у кого какие. У кого-то там с собой всякие металлические, не металлические, а медные предметы. По этим предметам металлодетектор находил, и уже специальный щуп такой, этим щупом пробивали, то есть, чтобы зря не копать, то есть, пробивали и проверяли. То есть, на конце вот этого щупа остается, то есть, если белые пятна такие, ну, нам объяснили, то есть, это как кости. Больше страшно найти какую-нибудь мину, которая со времен войны еще не взорвалась, которая может взорваться, сдетонировать. Так что, очень много людей подвергаются опасности, конечно. На самом деле, поиски родственников, пропавших в годы войны, хоть и в более скромных масштабах, сотрудники Рязанского управления уже проводили. Искали родственников советского солдата, который погиб в концлагере под Кеннезбергом. Он уроженец города Ряжска, но, к сожалению, его родственников так мы и не нашли связи с ними, по всем регистрационным документам утрачены. А теперь самое главное. Внимание на экран. Мы разыскиваем всех возможных родственников нашего земляка. В годы войны здесь погиб Савкин Василий Михайлович, 1913 года рождения. Уроженец деревни Большая Екатериновка Шацкого района Рязанской области. Он был мобилизован из Солнечногорского районного военкомата. Известно, что его мать Савкина Акулина Ивановна 1869 года рождения в сентябре 1945 года выписалась из деревни и уехала в неизвестном направлении. Всем, кому эта история показалась знакомой, просим позвонить по телефону 8 903 814 75 04 или 8 910 564 83 83. Сегодня в деревне Большая Екатериновка проживает всего 6 человек, о семье Савкиных никто ничего не знает. Мы еще раз отдаем дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войне Давным-давно прошла она Для тех, кто жив Она была когда-то Но помним мы Как в пламя шли И как страну Для нас спасли Нам каждый раз задают один и тот же вопрос Для чего на экране столько негатива? Для того, чтобы вы делали выводы еще до того, как вовлечь себя в неприятность. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин